Приветствую всех на канале Привет Я Индия. Напоминаю всем, что мы на нетрадиционной индийской свадьбе в Дамане. Морской город, бывшая португальская колония. Наши родственники из штата Гуджират. Это сухой штат и в Даман. В основном приезжают на выходные, чтобы расслабиться и посмотреть достопримечательности этого города. А кроме того, свадьба на берегу моря – мечта для многих молодоженов. Сегодня день свадьбы. Не только невеста тщательно готовится к свадьбе. Жених тоже красиво наряжается и повязывает тюрбан. Это целое искусство. Приглашают специального человека, который профессионально это делает. Барабаны гремят просто не смолкая. На самом деле это индийская традиция. Именно индийцы любят на свадьбах, предпочитают, вернее, именно больше барабанную музыку. То есть это даже не музыка, а просто бьют барабаны. Барабаны бьют, когда есть какое-то торжество, праздник, когда мы что-то отмечаем. То есть это какое-то в семье хорошее, радостное событие. На первый взгляд кажется, что все происходит хаотично. Но на самом деле все это не так. Когда жениху надевают этот тюрбан, то есть повязывают, люди танцуют. Танцуют, конечно, со стороны жениха. Сторона невесты сейчас находится у себя. Они тоже готовятся к свадьбе. Все это, конечно же, снимается на видео. То есть это все будут воспоминания, моменты свадьбы, которые мы будем потом пересматривать. И, конечно же, со временем, когда нам хочется посмотреть, вспомнить, как проходила свадьба, мы смотрим видео. Поэтому индийцы снимают вот каждый момент. Ну здесь вот подходят родственники со стороны жениха. То есть это даже не сторона жениха, это сторона матери жениха, ее родные братья. Им отводится очень большая роль на свадьбе. Потому что они должны присутствовать на всех мероприятиях. Я уже не раз говорила в своих видео, что родной брат женщины играет в ее жизни очень большую роль. То есть они присутствуют на всех торжественных моментах в семье сестры. Ну вот здесь уже, по всей видимости, все закончило. Люди подходят, поздравляют. А тебе не будет жарко, Рожеш? Говорит, пиджак хочу еще одеть. Янушка моя не хочет пока собираться, устала. Я вот ей уже приготовила такой красивый такой костюм. Посмотрите, какая красота. Весь вышитый, полностью такой тяжелый, красивенный. Она потом соберется и придет. Рожеш одевает пиджак. И я тоже уже готова. Нет-нет, хорошо, Рожеш. Хорошо. Ты все равно его потом снимешь. Ты долго не выдержишь, Рожеш, жарко будет. Одень на некоторое время, а потом придешь переоденешься. Ну мы вот уже с мужем готовы-готовы. Поэтому мы выходим. Януська потом присоединится к нам. Что у нас сегодня в программе? Рожеш, расскажи ты. Сегодня барат есть. Что такое барат? Ну, когда жених уезжает для своей девушки. Идет за своей будущей женой. И барат это мы, потому что мы сторона мальчика. Это мы сторона мальчика. Поэтому мы будем все идти в этом торжественном шествии. Сейчас вот я вам показывала, что увидели, что жениха собирали. Его полностью одевали. Наматывали ему вот этот тюрбан. Этот тюрбан, он не готовый продается. Его красиво наматывают. Его приглашают специального человека, который умеет это делать. Потом еще там вот брошку ему надевают. Потом еще там какие-то украшения. Вот это вот типа бинди что-то, по-моему, тоже делают жениху. Ну, много чего его собирают. Я знаю, что... Я видела, вернее, сверху, что его вот Бхаби, Бхаби, это жены старших братьев. Они тоже все подошли, все помогали, смотрели, чтобы он был красивый. Теперь мы идем вниз и присоединимся к барату. Ну, конечно же, я все вам покажу. Так что приглашаю вас на индийскую свадьбу, на самые торжественные моменты. Потому что сегодня именно будет свадьба. Просто хочу тебе показать. Потому что потом я просто обычно забываю. Поэтому хочу показать свой сегодняшний лук. Это вот гагра чоли. И блаус. Блаус длинный. Сейчас вот такие блаус длинные, они в тренде. Покажи меня поближе. Здесь пока еще все тихо, только лишь накрывают столы, потому что пока еще займет время. Сначала будет барат, торжественно жених, заберет свою будущую жену, войдет внутрь и только тогда начнется для всех еда. Ну, какие-то закуски, конечно, будут уже сейчас, но основная еда будет очень поздно. Я сомневаюсь, что здесь что-то даже нет, нет. Еще пока даже ничего нет, поэтому показать вам нечего. Ну, пока пусто, пока, по крайней мере, я могу вам показать сейчас и сцену. Здесь тоже пока все пусто. Начинают только вот подготовительные работы, заготовки. Вот здесь уже начались легкие закуски, это называется чад. Пусто, 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 пусто. Пусто, 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 пусто. Это вот сцена, где будут сидеть жених с невестой. Все будут подниматься на сцену и фотографироваться с ними. А это вот называется мандак. Это там, где будет происходить самое основное мероприятие, сама их свадьба, где будут их женить, где будет священный огонь, вокруг которого пара будет делать круги. После этого жених оденет жене Малгалсутру и поставит красный синдур на пробор своим кольцом. После этого она станет его женой. Все будет происходить на свежем воздухе. Субтитры подниматься на свежем воздухе. Это из мунго-чилла. А здесь вот раздают губчуб. Губчу бывает кислый, а бывает сладкий. То есть кислый сироп, кислый бульон, он одинаковый, но бывает еще и сладкий. То есть в него добавляют туда что-то вот сладкое. Иногда люди просят кислый, а иногда люди просят только сладкий, а иногда вот смешивают два в одном. Он делает дырочку в губчубе и накладывает туда масало, а потом заливает туда бульон. Это нужно съесть одновременно за один раз, не раскусывать. Всегда сторона жениха одевает вот такие вот тюрбаны. Тюрбаны эти сразу вот наматывают. Приглашается специальный человек, который делает это. Он делает это очень мастерски, потому что это его работа. Повязывать красиво тюрбаны. Вы посмотрите, как все это он делает. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Смотрите, сколько у него здесь. Он принес всю эту ткань сюда. Он принес всю эту ткань, а теперь будет повязывать вот каждому, кто будет со стороны жениха. В день свадьбы на главных церемониях присутствуют только самые ближайшие родственники. Как вы могли видеть, на свежем воздухе, где выставлена вся еда, там все гости просто едят. Обычно, когда мы приходим на свадьбу, мы едим, поздравляем, подходим, дарим какие-то конверты и просто уходим. Ну, а здесь вот самые ближайшие родственники со стороны жениха. Под руку ведет та самая двоюродная сестра, с которыми они были в ссоре. Но семья – это семья. Семья – это святое для индийцев. Поэтому они уже, конечно же, помирились. И в последний день, в последний вечер, вернее, перед самой церемонией, она просто не покидала его ни на секунду. Теперь будет происходить самое главное действие перед свадьбой. То, чего все ждут. Барат – жених поедет за своей будущей женой. Здесь очень интересная традиция, так как все проводится в одной гостинице, в одном отеле. Поэтому жених приходит не из дома, как по традиции принято. Поэтому один раз забирают в какой-то храм. Там забирают жениха, там проводят немножко молитву, какие-то ритуалы. И он возвращается обратно в этот отель. И просто вот где-то метров сто, может, двести, вот возле отеля мы будем идти по дороге, танцевать. Будет играть музыка, все будут веселиться. И таким образом мы придем обратно в отель. И получается, как считается, как заберем невесту. Ну, она как бы здесь будет и в отеле. То есть это вообще принято из дома ее как бы забирать. Но получается, мы ее заберем как из отеля. Родная сестра, двоюродная сестра, две двоюродных младших невестки. Мы все идем пешком, как я вам уже сказала. Жених поехал. Жениха один раз везут в Мандыр, в какой-то храм, для того, чтобы там провести какие-то ритуалы. И после этого, где-то метров двести, он идет пешком до места назначения. Поэтому мы идем сюда пешком, для того, чтобы поучаствовать в барате. Вот это и есть процессия, которая называется барат. То есть нам нужно пройти всего лишь метров сто или двести, но по времени это растянется минимум на час, полтора, а может быть и два. То есть процессия будет танцевать, что называется, до упаду. Жених практически вот стоит на месте. Продвигаться вперед будем как бы мелкими шажками. Вот многие удивляются, как танцуют индийцы именно на свадьбе. Многие говорят, что индийцы не умеют танцевать. Но это не дискотека. Это вот именно на таких вот мероприятиях танцы бывают именно такого плана. Я не знаю, почему именно вот такие движения, но в основном индийцы танцуют руками. То есть в основном как поднимают руки вверх. Посмотрите, все абсолютно гости вот так вот и танцуют. Ну такой у них стиль. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок ну а здесь выстроилась уже сторона невесты так просто они не дадут зайти жениху внутрь будут какие-то ритуалы а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Сегодня у наших дяди и тети годовщина свадьбы Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok